Также имам Бухари, рахима Аллаху Та'ала, в своем сборнике передает хадис от Умм-Аль-Ала'а. Имра-Атимин-Аль-Ансар, Умм-Аль-Ала'а, это одна из женщин-ансаров, жителей Медины. Она говорит, что ансары по прибитию мухаджиров, переселенцев из Мекки в Медину, они распределили между собой мухаджиров, конечно же, они оставляют свое имущество ради религии Аллаха. Они переселились в Медину, и когда они прибыли в Медину, их распределили между подвижниками. Пророк, саласам, побратал между ними, между ансаром и мухаджиром, и даже по жребию их выбирали. И она говорит, и когда кинули жребий, жребий выпал, говорит, Усман бин Маджун. То есть Усман бин Маджун, радуя Аллаху, оказался у нас, к нам домой. Он был самый лучший из мухаджиров, самых старших из них, самый поклоняющийся священному Аллаху, и тот, кто участвовал в Газавате в Бадре. Она радуясь, рассказывает тем, что выпал для нее такой шанс. Тогда, говорит, он заболел, и мы, говорит, ухаживали за ним, говорит, рассказывает Умуль-Аля. И когда он заболел и умер, и мы завернули его в саван, в одежду, тогда, говорит, посланник Аллаху, саласалам, зашел к нам, и я сказала, Обращаясь к этому умершему, Усман бин Маджун, радуя Аллаху, она говорит, Пусть священна Аллах милостивится над тобой, у Абу-Саиб, Я свидетельствую для тебя, Тем, что священна Аллах тебя возвеличил, Аллах тебя удостоил рая, Ты получишь рай, Аллах тебя возвеличил, Я этому свидетельствую, говорит она. Тогда посланник Аллаху, саласалам, мне сказал, говорит она, Откуда тебе знать, что Аллах его возвеличил? Почему ты так утвердительно говоришь, как будто он уже в раю, что Аллах его возвеличил? Почему ты так утверждаешь? Посланник Аллаху, саласалам, у него спрашивает. Тогда я сказала, говорит, Я не знаю, говорит, о посланник Аллаху, пусть мой отец и мать будут до тебя выкупом. Я не знаю, говорит, о посланник Аллаха. Факкала Расулу Аллахи, тогда посланник Аллаха говорит, что касается Утмана, говорит, то к нему пришла якин, пришла смерть, истина. То есть он уже умер. Валлахи инни ла арджу лаху л хаир. И клянусь Аллахом, я надеюсь, что он получит благо, что у него будет все. То есть Аллах с ним поступит так, чтобы ему было в этом благо, говорит посланник Аллах, салву ассалям. Что мы должны из этого хадиса понимать, уважаемые братья? Даже то, что пророк, салву ассалям, ей сказал, откуда тебе знать, что он в раю, пророк, салву ассалям, ее как бы исправил из-за того, что она утвердительно сказала, что он уже в раю. Что до такой степени нам нельзя быть уверены, уважаемые братья, в своих ибадатах, в своих поклонениях, которые мы совершаем. И даже человек, который присутствовал на Газавате в Бадре, о нем пророк, салву ассалям, говорит так. И дальше продолжение, хадиса посланника Аллах салву ассалям говорит, я сам даже не знаю, будучи посланником Аллаха, я сам даже не знаю, что со мной будет, как Аллах со мной поступит. Тогда она говорит, фаваллахи ля узакки ахадам ба'даху абадак, ляну с Аллахом, говорит, с этого дня я никого не буду восхалять, то есть сказать, что кто-то удостаивает что-то, какой-то чести перед священным Аллахом. И тогда этот умму Аллах рассказывает, она говорит, И после того, как пророк салву ассалям так сказал, это меня очень огорчило, говорит, из-за этого очень опечалилась я. Я спала в эту ночь, я увидела во сне Усмана бин Мадууна, радуяллаху анху, и увидела, что у него Аллах его одарил рекой, которая протекает. И тогда я пришла к посланнику Аллаха, салву ассалям, она говорит, я рассказала ему, потому что я увидел такой сон, тогда пророк говорит, это есть его дела, его праведные деяния, которые он совершил. То есть пророк салву ассалям растолковал этот сон, который она увидела в реку, во сне это, говорит, его праведные деяния. И когда Усмана бин Мадууна, радуяллаху анху, умер, пророк, алей салву ассалям, поцеловал его, поцеловал его шику и заплакал. Даже слезы пророка, алей салву ассалям, там протекли по его шикам. И все люди, которые находились там, они заплакали. И тогда посланник Аллах говорит, идхаб анха айдуния аба саиб. То есть, о, абу саиб говорит, уходи из этого мира. То есть, ты ушел из этого мира. лакад харачта анха, валям таталаб басминха бишаин. То есть, ты ушел из этого мира, у тебя не было связи с этим миром, ни с чем. Таким образом, ты выходишь из этого мира. То есть, пророк салву ассалям приветствует это, восхваляет его. И пророк салву ассалям его назвал ас-салав ас-суалих, праведным предшественником пророк салву ассалям его назвал. И этот сподвижник, Русман бин Маду'ун, раду и Аллаху, уважаемые братья, это был первый сподвижник, который был похоронен на кладбище Баги' в Медине, где похоронены 10 тысяч сподвижников. Это Русман бин Маду'ун, первый сподвижник, который был похоронен на этом кладбище.